Каждую среду в студии телеканала Самары ГИС мы говорим об актуальных задачах и перспективах развития Самары. Вы смотрите программу «Самарская среда». Меня зовут Ян Налимов. Здравствуйте. 7 ноября в Самаре будет проводиться парад памяти, посвященный военному параду 7 ноября 1941 года в Куйбышеве, запасной столице СССР, в годы Великой Отечественной войны. Какие факты нужно обязательно знать о военном параде 1941 года? Что покажут и о чем расскажут жителям и гостям города участники парада памяти? В нашей студии Александр Репенецкий, доктор исторических наук. Профессор Александр Иванович, добрый вечер. Спасибо, что пришли в студию. Александр Иванович, история нашего Отечества хранит много тайн, много, скажем так, деталей, которые на самом деле, к сожалению, неизвестны или плохо известны большинству россиян. А знать бы их вот хотелось. На ваш взгляд, взгляд специалиста, почему так важен именно парад 7 ноября 1941 года, который проходил в Куйбышеве? Если мы будем говорить о значении парада 7 ноября, то, конечно, я совершенно согласен с теми, кто говорит, что его можно приравнять к крупной военной операции. Ведь, когда мы говорим о Великой Отечественной войне, это был не только фронт, где сражались вооруженные силы, трудовой фронт, но это был еще и дипломатический фронт, где решались очень важные вопросы внешней политики, помощи Советскому Союзу. И вот как раз парад оказал огромное влияние на дипломатическую историю и Великой Отечественной, и Второй мировой войны. Потому что понятно, что в это время в Куйбышеве находились посольства иностранных государств, и на параде присутствовали все военные атэше посольств, которые располагались в то время в Куйбышеве. А к этому времени гитлеровская пропаганда, в частности Геббельс, утверждала на весь мир, что у Советского Союза не осталось авиации, что вооруженные силы испытывают очень большие проблемы с живой силой, что нет техники, что все это уничтожено. И отводилось на существование нашей страны буквально 2-3 недели. И вот парад полностью перевернул это фактически сложившееся мнение, конечно, не у нас в стране, а в зарубежных странах. Потому что даже, например, в это время американский Сенат обсуждал вопрос, помогать ли Советской России. И очень многие сенаторы говорили, зачем мы будем вкладывать деньги, она продержится несколько недель. Это будут напрасные траты. И вот вдруг такой парад, и военные атэше видят более 2000 человек, прошедших по площади, вооружение, танки и, главное, самолеты. Это, конечно, произвело громадные впечатления, тем более все это продолжалось более часа. И понятно, что во всех депешах, которые они направляли в свои министерства иностранных дел, правительству, указывалось, что Советский Союз не исчерпал свои силы. И понятно, что будет продолжать сопротивление. И в этом очень большая роль парада. — Вы специалист по отечественной истории, и в сфере ваших особых интересов история Самарского края. Одновременно вы ведете специальный цикл лекций «Философия истории». У меня, кстати, вот прям отдельный интерес к этому циклу лекций. Я когда-нибудь постараюсь попасть на него и послушать, если это будет возможно. И вот речь ведь идет об объективных закономерностях и об объективных исторических процессах. Вот с этой точки зрения, на ваш взгляд, было предопределено, что спустя очень долгое время мы вновь вспомним о параде памяти 7 ноября 1941 года. — Даже не 1945 года. — Очевидно, да. Ведь когда мы говорим о том, что очень долгое время о параде не говорили, мы здесь должны указать или рассмотреть, или назвать те объективные причины, почему так произошло. Хотя, наверное, вы правы, не совсем объективные, субъективные причины. Ну, во-первых, так устроен человек, что он не любит вспоминать то, что было плохого в его жизни. А ведь, говоря о параде, надо говорить о чем? Что правительство уехало из Москвы, что вполне возможно, что Москва была бы сдана немцам и так далее. — И так далее, да. И поэтому вот как-то говорить вот в этом контексте о параде в Куйбышеве было не принято. — Особенно в Советском Союзе вы имеете в виду? — Да, в Советском Союзе. Если мы с вами возьмем самый большой, так, энциклопедический труд по истории Великой Отечественной войны, это энциклопедия «Великая Отечественная война». Статьи о параде в Куйбышеве, естественно, нет. Есть статья о параде в Москве 7 ноября 1941 года, а дальше одно маленькое предложение. Также парады прошли в городах Куйбышеве и Воронеже. И все. Это, наверное, первая причина. Вторая причина, как мы прекрасно знаем, наш город становится закрытым городом. И, понятно, подчеркивать, что вот в этом закрытом городе находилось и правительство, и дипломатические миссии, лишний раз указывать на наш город, наверное, правительство просто не хотело. Мы же знаем, что даже корабли с туристами одно время проходили по Волге мимо Куйбышева ночью, чтобы они не видели этот город. Тем более говорить о параде, ну, понятно, что это было не в русле той идеологии того времени. Поэтому парад, можем напрямую сказать, замалчивался. О нем пытались не вспоминать. И то, что вот сейчас мы возвращаемся к нашей подлинной истории, это, конечно, очень хороший процесс, если так говорить. – Ну, и это, на самом деле, процесс хороший и важный. Почему? Потому что мы начинаем понимать вот всю полноту картины, как на самом деле было. То есть, что происходило, кто где находился, кто за что отвечал, и как работали вот эти властные механизмы. Вот это ведь на самом деле. – Конечно, конечно. Это очень много дает для понимания ситуации, именно тыловой ситуации, как вы совершенно правильно сказали, вот властных распределений, властных функций. Понятно, что парад не мог состояться без одобрения Иосифа Виссарионовича Сталина. Это совершенно ясно. И к параду очень долго готовились. И вообще вот ситуация, когда враг находится под Москвой, а в городе Куйбышеве проходит парад, и стоят воинские части, которые должны были быть на фронте, а они готовятся к параду, это еще раз подчеркивает, какое громадное значение советское правительство придавало параду. Его необходимо было провести. И я думаю, что это очень мудрое решение. – Да, и здесь есть важный момент. Вот сейчас, проводя сегодня, вот в 21 веке, я имею в виду парад памяти, который вспоминает вот об этом событии, мы рассказываем людям и показываем в какой-то степени, как это проходило. Показываем. Я предлагаю сейчас сделать паузу. Давайте посмотрим сюжет. Он касается и парада памяти, и парада 7 ноября 1941 года. Затем продолжим нашу беседу. Парад памяти. Военный парад в Куйбышеве был стратегически важен для всей страны. На нем присутствовали иностранные послы и военные атташе, журналисты. Увидев мощь Красной армии, Япония и Турция в войну вступить не решились. На сегодняшний парад тоже приехали дипломаты из разных стран. Грейм Михан, посол Австралии в России, делится своими воспоминаниями о тех сложных временах. Его семью война тоже не обошла стороной. Отец попал в артиллерийские войска. Для меня очень важно, чтобы мы помним это. Во время войны у нас в Австралии, в Самаре было посольство. И я думаю, что это важно упоминать, это связи между Самарой и Австралией. Сегодня мы видим, что 126 коробок, 7 тысяч личного состава здесь находятся на площади. И вот уже два часа идет парад. Это очень праздничное и приятно. На параде показали 45 видов исторической техники, в том числе и легендарный победный Т-34. Лейтмотивом парада стала история нашего земляка Владимира Чудайкина. В апреле 44-го года он попал в Красную армию. В первом в своей жизни бою уничтожил три самоходных орудия противника. Отличился в ходе взятия Берлина. Командир танка погиб, и его обязанности исполнял Чудайкин. В бою прикрывал наступающую пехоту огнем и броней. Я очень счастлив и горжусь, что дожил до сегодняшнего дня. И вот я на этой площади прошел не пешком, а на машине в честь этого парада. Ветеранов Великой Отечественной войны поздравил губернатор Дмитрий Азаров. Дорогие ветераны, этот парад напоминает нам, без великого прошлого нет великого будущего. Именно в преемственности поколений, в духовном единстве залог укрепления и процветания нашей великой Родины. В небо над Самарой, как когда-то в 41-м, поднялся легендарный Ил-2. Его миссия – донести весточку из прошлого. На землю опустились тысячи фронтовых писем. На площади Куйбышева работала полевая кухня. На специальной выставке зрители знакомились с оружием Великой Отечественной войны и исторической техникой. Парад памяти объединил не только ветеранов и военнослужащих, но и всех неравнодушных к судьбе Отечества граждан. Александр Иванович, вот мы посмотрели, как выглядел парад памяти ранее. К сожалению, не все участники уже с нами. Вот Чудайкин, к сожалению, ушел, но по понятным причинам наш великий человек, Герой Советского Союза. Вот сейчас как никогда важны исторические факты. И исторические факты, в том числе вот того парада 7 ноября. Как никогда важна и борьба с ложью. Вот на ваш взгляд, какие факты обязательно нужно знать современному человеку, касающиеся, ну и парада 7 ноября, ну и может быть в целом вот той ситуации 41-го, 42-го, 43-го года, которая сложилась тогда в Куйбышеве? – Вы знаете, наверное, надо знать все. Вот на мой взгляд, историка, знать о Куйбышеве, о нашей области Куйбышевской, в годы Великой Отечественной войны. Потому что действительно область сыграла выдающуюся роль в экономике победы. Это однозначно совершенно. Военно-промышленный комплекс Куйбышевской области был один из самых сильнейших в стране. И мы работали практически на все виды вооружения. И поэтому вот гордость за то, что было в годы Великой Отечественной войны, она должна присутствовать в каждом нашем жителе. Вот мы говорим патриотизм. Патриотизм мы ведь не можем воспитать на каком-то голом месте. Сначала это знания, знания, которые приводят к гордости, а гордость формирует патриотизм. Поэтому знания о параде, знания об истории области в годы Великой Отечественной войны, она необходима, еще раз повторю, каждому жителю, начиная вот там с маленьких лет, детсадовских, ну и, понятно, до взрослого состояния. Нам есть чем гордиться. – Есть. – Вот, и поэтому эта гордость, она вполне закономерна и естественна. – Мне очень понравилась схема, которую вы сейчас нарисовали. Знания приводят к гордости, а гордость приводят к патриотизму. Вот если исходить из этой схемы тогда, что бы вы добавили, вот если бы у вас сейчас была такая возможность, может быть, я не знаю, там, в курсы школьной истории, вот, что бы вы считали, что, ну, обязательно нужно включить. Понятно, что сейчас школьники перегружены, мне сейчас скажут, ну, и так их там много чего заставляют учить, но вот, тем не менее, вот, ну, какой-нибудь один-два урока, например, вот чему бы вы посвятили, если бы у вас была такая возможность вот принять решение? – Вы знаете, вот у нас по инициативе Дмитрия Игоревича Азарова сейчас введен предмет истории Самарского края. Значит, он или в третьем-четвертом классе в начальной школе есть, и в восьмилетке, как по-старому мы говорим, в шестом-седьмом классе написан учебник в двух частях, где большое место отводится в Великой Отечественной войне. И вы знаете, вот опять же, Куйбышевская область, Куйбышевское образование, оно оказалось на несколько, наверное, шагов впереди российского образования, потому что буквально на прошедшей неделе Владимир Владимирович Путин заявил о необходимости изучения истории родного края в курсе истории школы. А у нас уже это делается, у нас все изучают эту историю. И поэтому, конечно, хотелось бы... Ну, вот вы задали вопрос, что бы мне хотелось. Мне бы хотелось, чтобы этот курс продолжился и в старших классах. В десятом-одиннадцатом классе тоже был бы курс на более высоком уровне, конечно. Может быть, как вот вы тоже сказали, такое несколько философское, методологическое обобщение и понимание роли Самары вообще в жизни нашей страны. И это было бы замечательно. Но это пока это мечты. Но я думаю, что все в наших руках. И это ведь особенно важно, почему. Вот сейчас, как никогда, на самом деле идеология начинает играть большую роль. Мы долгое время об этом забывали и говорили, что не надо, не надо, зачем, для чего. И как раз в этом смысле парад памяти обретает новый смысл. Вот на ваш взгляд, идеологическая борьба сейчас какое значение имеет? Вообще всех последних событий, которые вот произошли, которые мы с вами наблюдаем. Ну, то, что идеологическая борьба приобрела огромное значение, здесь, наверное, как говорится, двух мнений быть не может. Действительно громадное значение. И ведь, посмотрите, вот только закончилась Вторая мировая война. Еще Нюрнбертий процесс не закончился. А Черчилль уже говорит о том, что господствующей нацией должны быть нации, говорящие на английском языке. Вот она начинается. И это факт, и это надо знать. Это факт, да, это тоже обязательно надо знать. Обязательно, да. И разрабатываются планы о уничтожении Советского Союза путем атомного оружия. А когда они поняли, что это невозможно, что будет ответ, вот тогда был перенесен упор на идеологическую борьбу, на информационные войны. И сейчас вот уже не секрет, эти документы открыты. О чем говорит инструктор ЦРУ? Как проводить идеологическую борьбу? Во-первых, подчеркивать роль народа, советского народа во Второй мировой войне, что этот народ разгромил фашистов, уничтожил вот этот нацизм. Подчеркивать заслуги народа в возрождении промышленности, сельского хозяйства и так далее. А далее переходить к тому, что народ не заслуживает такой жизни, в которой он живет. И подчеркивать... И такой власти. Да, вот необходимость изменения, прежде всего, повседневности, повседневной жизни, подчеркивает, что власть с этим не справляется. Вы посмотрите, как хитро сделано. Не хаять, не ругать, подчеркивать роль народа. И вот эти вот инструкции, вот мы сейчас видим, они не устарели, они же притворяются в жизнь, да? Что пытаются нам доказать, что народ России – это один, а правительство – это другое. Пытаются вот эти связи разорвать. Это все идет оттуда, из истории. И это нам тоже надо знать и понимать, что ничего нового-то не возникло. Ничего нового не возникло. Вы правильно говорите. Я вот сейчас задумался, что да, на самом деле все идет, как говорят, по спирали. И на каком-то этапе мы видим то, что уже использовалось, только немножко преобразованное, может быть, каким-то образом модернизированное. Но по факту ровно то же самое. Я предлагаю сейчас сделать паузу. Давайте посмотрим еще один сюжет, затем продолжим нашу беседу. Ловко чеканит шаг, готовится к самому главному событию этого года – традиционному параду памяти. На самой большой площади Европы 14 парадных расчетов, собранных из лучших воспитанников кадетских школ и юноармейских отрядов. Сегодня они принимают участие в ежегодном смотр-конкурсе «Строя и песни». По его итогам лучшие из них получат право пройти строевым шагом по площади Куйбышева 7 ноября. Во время того, как идет специальная военная операция, данный парад является демонстрацией. Демонстрацией мужества, чести, подготовленности наших кадетов и юноармейцев. Исторической основой парада памяти стали события 7 ноября 1941 года. Тогда в трех городах – Москве, Куйбышеве и Воронеже – прошли военные парады, призванные поднять дух советских людей и продемонстрировать миру готовность нашего народа биться с фашизмом до победы. Историческую реконструкцию памятного марша проводят в Самаре с 2011 года. В шествии принимают участие подразделения российской армии, ветеранские патриотические общественные организации, юноармейские отряды, кадетские классы, а также десятки единиц исторической техники – аналоги той, что демонстрировалось в марше 1941-го. В этом году за почетное право принять участие в шествии на площади Куйбышева боролись более двух тысяч человек – настоящих маленьких патриотов нашей страны. А вот по-твоему патриот – это кто? Это человек, который любит свою Родину. И не важно, Родину, дом. Родина, дом – это все одно. Мы любим свою Родину, мы любим свой дом, мы любим свою улицу, и место там, где мы родились. Поэтому мы патриоты. Сегодня, когда наши ребята сейчас находятся на полях сражения, вот этот смотр, конкурс, вот этих наших, действительно, патриотов нашей Родины – это очень важно, причем потому что мы должны, наша обязанность воспитать из наших ребят настоящих патриотов нашей Родины. Отдать дань памяти ветеранам Великой Отечественной, сохранить и приумножить традиции, развить патриотическое движение и еще раз напомнить о том, что никто не забыт. С учетом событий сегодняшнего дня, отмечают собравшиеся, особенно важно вспоминать не только о тех, кто ковал победу в тылу в далеком 41-45, но и о нынешних бойцах, настоящих героях, участниках специальной военной операции по защите и освобождению Донбасса. Уже через несколько дней на площади Куйбышева соберутся более 7 тысяч человек из выше ста парадных расчетов. Начнется все с торжественного открытия мемориалов на здании Дома офицеров Самарского гарнизона имени Ворошилова. Продолжится торжественным возложением цветов, а в 12 часов по самарскому времени зрители ждет шествие на площади Куйбышева. Также для самарцев и гостей города будут работать тематические, исторические, выставочные и музейные площадки. Впрочем, на этом памятные мероприятия не завершатся. Уже 8 ноября столица региона встретит окружной патриотический форум Российского военно-исторического общества «История для будущего», который пройдет в Театре оперы и балета. В нем примут участие известные писатели, историки, обозреватели, военкоры и блогеры. Александр Иванович, мы увидели, как идет подготовка к параду памяти. И я, когда смотрел этот сюжет, о чем подумал? Ведь в Куйбышеве, на самом деле, очень многое начиналось. Вот если вспомнить, в 41-м году парад 7 ноября командовал парадом генерал-лейтенант Максим Пуркаев. Тот человек, который командовал Третьей ударной армией, которая затем, в 45-м году, водрузила знамя над Рейхстагом. То есть цепочка из Куйбышева до Рейхстага. До Рейхстага, да. Затем дирижер военного оркестра, генерал-майор Чернецкий, создатель, по сути дела, вот этой всей системы оркестров Красной Армии. И вот, насколько я знаю, вы ведь написали книгу «Военная столица», Куйбышев «Военная столица» в 41-м, 43-м году. Вот почему вообще вам это стало интересно, написать книгу? Вот можно читать лекции, можно... Почему вы решили написать и издать отдельный, скажем так, труд? Ну, фактически, вы сами ответили на этот вопрос, вот в предыдущей беседе, что чем больше человек знает о своей истории, тем лучше он будет понимать то, что происходит сейчас. И вот многие процессы, которые идут сейчас, они же выросли оттуда. И из нацистской Германии, из противостояния Советского Союза и нацистской Германии. Но вот, к сожалению, ведь когда закончилась война, была такая эйфория, что нацизм побежден окончательно. Навсегда. Да, навсегда. Что никогда он не поднимет голову. Но вот, к сожалению, наши западные партнеры тогда думали совершенно по-другому. И, я уже сказал, готовились к разгрому Советского Союза. И это тоже надо знать, и это тоже надо понимать, что интересы-то у нас были после разгрома нацизма совершенно разные. И именно Запад начал взращивать нацизм. И у себя, и вот, как мы сейчас видим на Украине, где он очень глубокие корни пустил. И об этом надо говорить, об этом надо писать. Ведь, я еще раз повторюсь, все уходит в историю. Все истоки всех современных процессов мы можем найти в нашем прошлом. И об этом надо говорить, об этом надо писать. И поэтому вот мы очень много делаем для того, чтобы показать роль нашего города, роль Самары, роль Куйбышева в годы Великой Отечественной войны. Ну, мне хотелось как-то приумножить эти знания, чтобы те, кто познакомится с книгой, понимали, какова была роль города Куйбышева в годы Великой Отечественной войны. А роль уникальна. Ни один город не может похвастаться, я это слово употреблю, своей историей ей. Такой историей. Это наша история. Это наша гордость. Гордость куйбышевцев, гордость самарцев. Поэтому и появилась эта книга. Ну, и плюс это еще очень хорошая связь поколений, на мой взгляд, потому что это позволяет нам не терять корни. Конечно, конечно. Это позволяет нам вот знать и находить в одном месте полный свод информации. Да, тем более, что ведь население Куйбышева очень изменилось. Многие эвакуированные вместе с заводами остались здесь, и они ищут свои корни. И получается, что самарский, куйбышский след начинается с эвакуации с Великой Отечественной войны. И это тоже очень важно, очень интересно. Особенно для молодых, для подрастающего поколения, которые сейчас создают вот свои генеалогические древа и находят это, именно эвакуацию. И они пишут об этом. Очень интересно пишут дети. Александр Иванович, спасибо за интересную, содержательную беседу. Увидимся с вами, надеюсь, на параде 7 ноября 2022 года, на параде памяти. Ну и я обязательно ознакомлюсь с вашей книгой, потому что тот труд, который вы проделали, на самом деле он заслуживает глубочайшего уважения. И нужно просто читать, пользоваться, к чему я, собственно, всех и призываю. Потому что есть настоящие, проверенные, правильные источники. Спасибо. Спасибо. Напоминаю, в нашей студии был Александр Репенецкий, доктор исторических наук, профессор. Помните своих предков и приходите на парад памяти. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова